В одном из выпусков новостей мы уже рассказывали про общежитие в Твери по улице Маршала Захарова 6. Тогда жильцы обратились к нам в редакцию по поводу протекающей крыши, однако на этом беды в доме не закончились. Недавно здесь провалилась плита в подвал, а стены просто осыпаются. В ситуации разбирался наш корреспондент. Опасность за каждым углом. И это не про компьютерную игру или фильм, а про общежитие на улице Маршала Захарова 6. Уже с улицы видно, как часть фасада дома осыпается. Каждый день жильцы боятся, что на их головы может что-то упасть. Я иду утром на работу, я сразу же смотрю наверх и обхожу тротуар стороной, потому что так как они оградили даже улицу, они просто около дома повесили ленточку и всё. То есть там пройдёшь мимо, всё равно что-нибудь да упадёт на голову. По лестнице тоже очень страшно ходить, да. Там всё осыпается, течёт. А буквально недавно в общежитии провалилась плита в подвал. Жильцы рассказывают, всё случилось рано утром. Теперь там дыра, а проход к месту происшествия просто загородили стулом с натянутой красной ленточкой. В пять утра, когда обвалилась, был сильный грохот. Спустились люди туда, ну, на шум, потому что подумали, что вообще развалилась уже. А уфала плита, её размыло горячей водой. Вода текла на протяжении 10 лет минимум. Я уезжал отсюда, уезжал, меня не было. Два года назад я приехал, вода журчала, но её было не так слышно. Когда обвалилась плита, её размыло. Можно увидеть, что арматура, которая стояла внутри плиты, она рожавела. Всё здание находится в запущенном состоянии, но в нём продолжают жить люди. Татьяна Леонова живёт в этом общежитии с 1988 года. Женщина рассказывает, что на её памяти капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Косметический ремонт был, даже не помню, в каком году, но лет 8 точно. По лестнице. Всё. На сигналы о помощи жильцов откликнулись в департаменте ЖКХ и строительство администрации Твери. Сотрудники побывали в общежитии и провели свою оценку. Обращались в администрацию. Нами заинтересовался департамент ЖКХ и строительство. Сейчас мы с Ольгой Михайловной общаемся. Она приходила, производила проверку, всё зафотографировала. Вчера у нас была проверка с представителем ЖКХ. Жильцы надеются на решение о проведении капитального ремонта или расселении из опасного общежития. Но пока точной оценки нет. К сожалению, и наш запрос в департамент жилищного хозяйства пока остался без ответа. Но мы надеемся всё же получить комментарий специалистов и продолжим следить за развитием событий.